Здравствуйте, уважаемые коллеги! В данном сообщении речь пойдет о фармакологических стратегиях стимуляции репаративных процессов. Мы это разберем на примерах патологии органов репродуктивной системы. Мы этим занимаемся. Надо сказать, что в регенеративной медицине проблемам репродукции достаточно уделяется внимание, и неслучайно почетным президентом национального общества регенеративной медицины является академик сухих, который руководит научным церством акушерства и гинекологии. Известно, что основным направлением регенеративной медицины является восстановление пораженных органов и тканей с помощью активации собственных стволовых прогенературных клеток или путем их введения извне. Что касается путем их введения извне, мы сегодня слушали, и в этом смысле в отношении многих патологий, в том числе репродуктивной системы, достигнуты значительные успехи. Но, надо отметить, здесь существует одна такая вот недостаток вот этого. Не доказано, что трансплантация ткани является абсолютно безопасной, особенно в туморогенном плане. С этим возрастает актуальность, конечно, поиска фармакологических подходов. И в отношении таких исследований, в отношении репродуктивной системы половых желез, конечно, касается проблемы бесплодия. Сейчас проблема – это очень актуально, об этом очень много говорят, здесь представлены цифры. И вот одним из наиболее трудно разрешимых проблем в лечении является бесплодие, которое связано с истощением пролиферативного пола спермы-тоиогены. Причины могут быть разные. Это облучение, воздействие лекарственных препаратов, в частности, противоопухоли. Это у женщин после оперативных мешачек, например, после удаления кист. Это возрастные изменения у женщин. Если рассматривать эту проблему с точки зрения регенеративной медицины, то возникает сразу вопрос, способны ли половые железы к регенерации. В отношении тестикулярной ткани однозначно, да, и она идет только не путем восстановления отдельной структурной единицы, то есть из витого какого-то семенного канальца, а идет образование в целом сперматогенного пласта, идет его обновление. Для этого существует зона ретатестис, где располагаются стволовые сперматогениальные клетки. Но суть-то в том, что, и проблема-то вернее в том, что естественные, так сказать, собственные механизмы пролиферации этих клеток ограничены, и задача стоит в том, чтобы их активировать. То есть вот перед фармакологической проблемой активация усиления пролиферации стволовых сперматогенных клеток. Какие сегодня существуют вообще фармакологические стратегии? Не только для стимуляции сперматогенных клеток, но и, в принципе, для кроветворных и других. Вот они разрабатываются, эти фармакологические стратегии сегодня разрабатываются. Вот первое. Основано на принципе подражания деятельности естественных регуляторных систем функционирования эндогенных фармитурных клеток. Далее. Основано на фармакологической регуляции внутриклеточной сигнальной трандукции регенторно-компетентных клеток. Следующее. Основано на возможности усиливать пролиферативный потенциал стволовых клеток последствием воздействия на их редокспотенциал. Два из этих первых направлений разрабатываются сотрудниками Института нефармакологии и регенеративной медицины имени Евгения Даниловича Гольберга. Здесь перечисленные фамилии. Вот последняя стратегия. Основатель профессор Нобеля – это штат США, Институт стволовых клеток. В нашей лаборатории стимуляции регенерации сперматогенной ткани мы использовали несколько лекарственных воздействий, которые укладываются прежде всего в первую и последнюю стратегии. В качестве модели повреждения использовали противоопухольный препарат Паклитоксел. И в лаборатории профессора Зискова от физиологии нашего института было показано, что этот препарат приводит к снижению на культуральных методиях частичной гибели стволовых сперматогенальных клеток. Кроме того, снижается и функциональная активность клеток микроокружения, которые, собственно, стимулируют прорифраторную активность сперматогенальных клеток. Первый препарат, который мы исследовали, триамид, об этом сегодня уже было речь только не в отношении сперматогенной ткани, предварительно нами было показано, что он обладает гонодотропными свойствами. И это было в данном случае очень важно, потому как именно по действиям гонодотропинов клетка, вот это здесь изображена стволовая сперматогенальная клетка, усиливается в воздействии основного фактора, который регулирует прориферацию этой клетки, это нейтропический фактор глиальных клеток. Собственно, вот поэтому мы логично было бы использовать гонодотропное средство. Здесь представлены результаты, и количество стволовых клеток нормальных сперматогоний статистически значимо увеличивалось, увеличилась продуктивность сперматогенеза, то есть количество клеток половых увеличилось, обновлялась сперматогенная ткань, степень зрелости была снижена, возрастало количество клеток микроокружения, клеток сертроли. Следующий препарат, который мы использовали, это был грануситарный колонно-стимулирующий пакрость, это плеотроплицы такие, более известный как стимулятор кровотворения, он его использовался больше в гематологии, но оказывается рецепторы к нему располагаются во многих органах и тканях, если фотография на стволовых клетках, вот уже локализованы эти рецепторы. И вот его действия представляются через сигнальные пункты, которые являются стимулятором толпы, релиферации, дифференцировки сперматогеновых клеток. В следующем слайде показывали, значит, на нашей ткани сперматогенные, они оказались более чем у триамида, и количество сперматогенных клеток возрастало, и количество стволовых клеток, и продуктивность возрастала, сперматогенные являлась сперматогеновая, и количество клеток микроокружения не стало. И на следующем рисунке представлены сравнительным аспектом эффективности с ГСФ, с его пигелированной формой, которая является менее тактичной, и здесь она оказалась так и более, вот здесь показывается, более эффективная продуктивность сперматогенеза растала в большей степени. Следующий препарат, который используют, это в рамках другой стратегии, в рамках первой стратегии, как я говорила, и в следующей рамках стратегии влияния на редокс, это был антиоксидант паратирозол. Еще это известный препарат, он разрабатывает как новое рекламное средство на базе нашего института, вот был в рамках получен грант на него, формат 2020 с обладанием уникальными способами. Мы тоже попробовали в качестве аккумулятора для пролиферации с половиной, вот эффективность раз. Они были сравнимы по невыраженности с эффектами ГФ, в отношении продуктивности, когда они оказались даже в высшем количестве лагеря, в высшем количестве интактных. И вот на следующий рамках, в первом восстановлении возрасте уровня грантных, свободных радикалов, и происходило восстановление антипрооксиданта, баланса. И теперь, значит, осталось поговорить о регенерации техники. Слава, вопрос интересный, потому как как-то бы не парадоксально ответить на вопрос о том, существует ли сегодня регенерация в реальной ткани в настоящее время, 21 век, 21 год. В литературе одновременно существуют две совершенно противоположные точки зрения, существует админ, и, значит, из них существование стволовых клеток не признавалось, как оно не признавалось и в прошлом написано в учебниках. И причиной ранней опаузы считалось, что является истощение премордиального и того, чтобы это предотвратить, в чем, собственно, мы и занимались, необходимо предотвратить его быстрое истощение. Если существование стволовых в генерале признается, а таких из работ сейчас очень много на достаточном уровне, то причина ранними на опаузы считает ограниченное пролиферирование активности стволовых 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 клеток и клеток микроокружения, так как это мы рассматривали при операции ствологенной ткани. Стратегическая стратегия должна быть, вот уже пока стимуляция пролиферативной активности у агальных стволовых клеток, поэтому стимулирование функциональной активности клеток нижней, несмотря на что отбьется, не признается, значит, вот в сочетании регуляции что нужно, чтобы восстановить пул премордиальных фолликулов, защитить яичники, нужно приостановить истощение премордиального пула. Здесь вот показано, как расходы расходуются, 80 из них отвергаются апоптозы, остальные идут в цикл передной. И вот одна из стратегий ограничения апоптозы. На лаборатории опять же использован ККСФ, палеотропный цитокин. Почему мы здесь взяли? Значит, показано, что гибирует апоптоз именно фолликулу, вот здесь по тем специальным путям, которые указаны. И показано, что его рецепторы к нему располагаются на поверхности фокулярных клеток. На следующем слайде результаты этих исследований. Здесь видно, что количество, да, даны не только по ГКСФ результаты, но и по пегелированной форме. Ну вот красный ГКСФ происходило, не было такого снижения полупримордиальных, как при действии повреждающих ген в данном случае тоже был поплитокцел. И не было, и ведение ГКСФ приходило к возрасту уровня антимюллерового гормона. Этот гормон, как известно, способствует, это доказано, препятствует вступлению примордиальных молекул в цикл. То есть мы получили доказательства того, что посредством чего это может быть. Ну и, наконец, то, что мы получили с помощью ГКСФ, мы можем объяснить с точки зрения существования агонных клеток. Поскольку препарат, сейчас уже известно, вернее, для стимуляции вот этих реаправленных клеток или клеток НИШ, нужен как раз, происходит посредством сигнального пути к ягстат, который, собственно, посредством которого и действует ГКСФ. То есть вот можно объяснить эффекты ГКСФ из так и другой позиции. Но, к сожалению, хочу сказать, что в нашей лаборатории были получены доказательства о том, что существует силовые сперномбинальные клетки, это опубликовано, но сегодня не об этом речь. Ну, в общем-то, если вот так на этот факт посмотреть более внимательно, это открывает очень широкие возможности увеличения длительности репродуктивного периода женщины и может решить многие проблемы, связанные с в том числе и ранее на паузу. Ну, вот таким образом, значит, я вам представила те вот фармакологические стратегии, которые в основном заключаются в том, чтобы стимулировать спролиферативную активность стволовых сперномбинальных клеток. И для этого нужно, конечно, знать условия, при которых эти фармакологические, то есть все факторы, все, что приводит к их прориспирации. И эти исследования сейчас растут в отношении репродуктивной системы и стволовых клеток личников и свиньяков лавинообразно. Очень много сейчас идет в этом смысле исследований. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Татьяна Геннадьевна, спасибо за доклад.